всем привет меня зовут кирилл и сегодня мы с вами сделаем анимацию ходьбы для персонажа надо в данном случае конкретном для персонажа вот такого асока у нас есть видосы по дней на канале если кому-то интересно может глянуть найти и сделать такого персонажа может быть я покажу пример анимации на нескольких персонажах на двух то есть на ней и еще на кому-нибудь основные моменты как это все происходит давайте так сказать приступим того чтобы начать создавать анимации нужно сначала настроить сцену есть на сцене не стоит счет кадров в секунду то fps то мы поставим 60 кадров вот потом перейдем вкладку анимейшн вот мы попадаем в режим создание анимации можно сказать это сделать из любой окна нравится через эту вкладочку так мы находим сразу в полз мод давать пока в обжиг может выйдем посмотрю как называется рик армату давайте назовем main rig наверное я покажу на примере вот этого рига и плюс еще на на примере рига из наших игр которые используются продакшен так вот у нас есть анимация точнее рик созданный персонаж со скин скин нигом и мы ему вставляем во первых здесь у нас скорее всего будет открыт допшит вы переходите вот здесь во вкладочку давайте вам покажу вот вот здесь здесь будет допшит у вас скорее всего так мы переходим во вкладку экшен-эдитер его есть есть кнопку создать нового ним новый экшен нажимаем сюда создается новый экшен арматур экшен 002 мы назовем ашока она пишет через sh ашока волк анимация ходьбы у нас нужно king location и rotation проверьте чтоб стояла у вас переходим обжиг мод позу мод выбираем все через клавишу а полз clear transform о мы вставляем в ту позу в который вы моделировали персонажа то есть в ее ты позу немножко повернута и давайте нажмем ай чтобы зафиксировать ключевые кадры вот в том положении в котором мы выставили возвращаемся в object мод она у меня видите немножко повернута alt r нажимаем и она возвращается по rotation в ноль location rotation все по scale все по нулям снова выбираем арматуру pause мод и нам теперь нужно настроить анимацию ходьбы нужно определить с какой скорость она будет ходить это такой достаточно быстрый персонаж она такая ловкая быстрая возможно находит достаточно быстро то есть но чуть быстрее чем может средний человек среднестатистический человек человек но и может быть и нет давайте просто будем настраивать на глаз я примерно выставлю цикл что цикл будет равняться 59 кадрами потому что на 60 кадр это будет зациклена первый первый фрейм первый кадр и сразу выставляем позу где найти позы во первых вы можете посмотреть в каких-нибудь играх каких-нибудь фильмах просто снимите себя на камеру посмотрите как вы ходите каких позах находятся ваши руки ноги туловище когда вы делаете первый шаг второй шаг промежуточные вот между этими шагами положение посмотрите как ходят девушки как ходят парни бабушки дедушки взрослые люди маленькие люди малыши и замечаете как они двигаются как они качают головой разводят руками сжимая не сжимают руки в нашем случае она ходит с мячами наверное не надо будет сжать руки и что еще можно можно забить в интернете волк сайкл анимэйшн и вы вам выдаст целый набор различных анимаций референсов но я сначала выставляю в базовые в основные точки то есть у меня будет три позиции даже две потому что третья это скопированная первая от которых мы будем работать то есть мы берем персонажа у меня там кстати вот на заднем плане ненужные вещи скрыть и вот эти тоже чтобы нам мешали тоже скроем вот вид сбоку позе мод первый кадр проверяем что кейнт локейшн и ротейшн теперь берем ногу r повернули r повернули как-нибудь вот так выставим раз и повернули 2 смотрим чтобы линия была по высоте по на одной линии были ноги и за хипс берем и опускаем вниз ставим на землю дальше мы берем спереди руку опускаем руку опускаем та рука в данном случае левая раз у нас нога левая отходит назад значит рука левая выходит вперед давайте сначала мы что сделаем забыл сжать ей руку вокруг рукоятки мечей мы это сделаем сейчас поворачиваем пока нас не удовлетворит результат может быть это будет выглядеть неаккуратно но во первых чаще всего этот самый лоу поле используется для каких игр и изображения в изометре поэтому такие деформации могут быть не очень заметно чтобы правильно повернуть тогда r y y z z искать в общем ось по которой можно вращать эту кость вот нашли повернули с помощью r и как-то зафиксировали вокруг этой самой рукоятки вот так теперь можем опустить в руку раз и два эта рука пойдет вперед ну раз раз мячом идет ну главное чтобы он в пол не втыкался а правая рука пойдет назад вот фиксируем этот кадр выбираем все кости нажимаем ай на клавиатуре и все фреймы зафиксировались потом нажимаем копий полос сюда на 60 кадр при ст поз ай и все кадры копируются в это же место потом ставим посередке на тридцатом кадре при ст икс флипп полос мы то есть инверт нём кости и у нас левая рука положение левой руки перейдет на положение правой руки и наоборот вот и нажмем ай теперь если мы проиграем то она вот плывет немножко видите уже она двигается так как то есть вот эти кадры зафиксированы все в порядке теперь мы выставляем промежуточный кадр допустим 15 только давай сначала возьму ногу вот она будет опираться на вот эту ногу когда произойдет 15 кадр то есть вот эта нога в среднем положении должна быть ровной вот так и стопа ровную а это нога должна быть собрана в колене примерно так и за hips мы поднимаем наверх gz еще есть на такое для меня тоже негласное правило который не сказал на предыдущем видосе то что если вы изменяете какие-то кости то старайтесь именно их фиксировать вот сюда то есть не фиксируйте те кости которые вы не подвигали потому что так на мой взгляд персонаж выглядит живее потом копируем позу переходим на 45 кадр поезд x flip ай и она практически без проблем пошла теперь останется только сделать какие-нибудь там поправки поправки например вот здесь на мой взгляд стопа должна уже встать на позицию потому что мы кладем ногу и потом ее ею елозим так сказать по земле до тех пор пока не поставим следующую ногу вот здесь на 35 кадр ставим следующую ногу стопу и вот здесь до сих пор давайте так плюс вот видите в таких местах мы смотрим чтобы она не провалила под не проваливалась слишком сильно каких-то в местах вот здесь например где-нибудь на вот этом кадре давайте поднимем ногу и даже ее приподнимем и зафиксируем посмотрим как это будет ведь очень резкий здесь переход получается такой здесь она опять утопает немножко чуть-чуть ногу согнем в колени и посмотрим как это проигрывается вот видите здесь она провалила стопу поворачиваем нажимаем r-i проигрываем то есть она очень резко выбрасывает ногу вперед вот этот участок она именно вот эту кость выбрасывает вперед быстро по-моему вот так выбора удалил под кадр и стала плавнее на мой взгляд все давайте правой ногой займемся она все время чуть-чуть проваливается под ось y если вы заметите то есть можно хипс чуть-чуть приподнять вот здесь можно хипс чуть поднять но лучше вот этими поднятиями не играться слишком сильно потому что они заставляют персонажа так подпрыгивать немножко некрасиво а так она вот идет ровно и уже фактически анимация ходьбы готова то есть тут совсем немного ключевых кадров и их действий но как видите она уже идет и для какой-нибудь мобилкой как где не требуется слишком такой жесткий продакшн этого вполне хватило бы дальше бы мы что 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 чтобы нам сделать еще но мы можем просто привнести больше живости в плечах то есть мы когда идем мы немножко покачиваемся из стороны в сторону то есть мы наступаем на ногу хоп и где-то здесь мы начинаем чуть-чуть заваливаться на ту ногу на которую наступили чуть-чуть может даже вот здесь или и и тут и там обретом голова пусть будет ровно попробуем зафиксируем это и посмотрим предлагаю эти кадры сместить вот вот сюда на место шага вы видите она покачивается ходит можно также такое покачивание добавить с этой стороны сюда еще раз сюда и ровно голову выставляем и зафиксируем не забудьте этот это положение скопировать и вставить сюда пейсд пуз ай вот она сейчас в эту сторону в правую для нас заваливается очень сильно поэтому нужно править но это уж такие микро правки которые нужны индивидуально то есть основное то что я хотел показать я показал можно еще чуть-чуть так сказать чтобы она плечом немножко вперед как будто двигала но это уже совсем мелочи вот анимация ходьбы готова мы потратили на это очень мало времени и результат получился вполне сносно можно это все экспортировать в unity допустим как это делается в свой проект не буду закидывать мы выбираем все кроме того что вот мечи потому что мечи это отдельная история я потом покажу вам как я делаю предметы для персонажей в играх вот мы выбрали всего персонажа и последним выбрали арматуру находим файл экспорт и вы здесь поставим фейк-юзер то есть мы зафиксируем эту анимацию что даже если у этой анимации нет юзера то она сохранится в проекте атака она может пропасть я очень часто бывало что у меня пропадали анимации которые делал и спасали только авто сейвы было очень обидно допустим сделаешь пачку анимации как-то не привяжешь персонажа и после этого в следующий утро встаешь открываешь проект анимации больше нет это настолько обидно дико вот мы выбрали персонажа выбрали арматуру файл экспорт в x здесь мы выбираем select object mesh через shift выбираем арматуру apply transform scaling fbx all у нас есть анимация поэтому break animation галочку ставим nla strips галочку снимаем арматуру adleaf bonds снимаем называем нашу персонажа ашока ашока тано и экспортируем fbx все теперь мы fbx можем закинуть допустим unity и получить этого персонажа с анимацией и ригом вот такие вот такие вот дела ну что надеюсь что вам было полезно может быть попробуем еще на каком-то персонажем давайте я перейду в анимации со своим со своего проекта так это персонажа из нашей игры один из наших персонажей у нее анимация ходьбы уже есть но мы давайте сделаем еще раз просто для того чтобы закрепить создаем новую анимацию выбрав естественно арматуру создаем новую анимацию нажав сюда назовем агент бина волк теперь мы переходим pause мод выбираем все кадры через а давайте включу аддон потом заходим pause clear transform то есть мы очищаем все трансформы которые были на этом персонаже нажимаем all и она встает в базовую позу в которой она была замоделена теперь мы ей если она ходит с дубинкой завернем руку сразу же пальцы завернем вот у меня персонажи здесь в игре настроены так чтобы их анимации работали на большинстве на всех персонажах которые используются в игре эту руку мы не будем фиксировать в кулак так опускаем руку раз опускаем руку два можно сделать ходьбу с палкой в руке допустим вот так 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 но видите сейчас она как сделала то есть мы сейчас просто все и навернули все пасти она вот так будет ходить меня это не устраивает поэтому мы сюда вставим только x-flip все кроме рук то есть мы руки сейчас исключим потому что руки мы будем подстраивать вот мы копируем позу и вот здесь мы во-первых удаляем то что мы уже здесь создали и паст x-flip так она все равно передает еще раз потому что здесь лишние кадры есть вот так вот она теперь двигает ногами правда наделать без особого уважения к нам боевая женщина что с ней взять она не совсем понимают у нее уже отбитая не понимает как правильно ходить мы ее учим не будем углубляться ваших буду более тонкую настройку копе пауз здесь мы сделаем пейст пауз и скопируем ноги ставим здесь в ноги так что-то здесь не ты не скопировали копе пауз здесь вот так и кай все теперь промежуточные кадры выставляю 15 определяем какая нога будет опорная на это вот эта нога будет опорная она будет ровный абсолютно а вторая нога она будет согнутой и поднята над землей на уровень земли вставляем только те кадры которые используются от тех костей которые используются еще раз давайте кривоногая жизнь такая не она виновата в этом я виноват теперь мы копируем те кости которые мы изменили кау копе пауз и здесь пост x флипт а и нажимаем и она пошла издалека идет идиот идет бычок качается можно сделать ей движение как раз туловищем чтобы придать какую-то там живости пусть она здесь у нас наступает на эту ногу значит она найдет чуть-чуть наклонено раз-два здесь мы выравниваем голову так забываем копировать позу и вставлять здесь нажимать ай а тут в другую сторону раз-два голову ровно и пошла порядке не надо было оружие подстраивать руку под оружием только давайте проверим как они дела с носками наступает вот здесь она уже должна практически сразу опустить ногу потому что нужно опору для ходьбы типа гоп вот здесь она не должна поднимать носок носок опущен можно здесь хипс чуть-чуть приподнять вот так посмотрим давайте с этой ногой разберемся сразу должна поставить ногу зафиксируем здесь мы выравниваем можно чуть-чуть давайте на 55 очень смешно так носком бьется раз с носок ты очень резкий какой-то выпит вот у этого не скосу любую всему промежуточный можно удалить может изначально поставить более-менее вот так чтобы она не прям не била ногой вот здесь какой-то момент есть где она вообще не стоит на земле вот тут видите нельзя такое допускать хотя на самом деле не очень заметно вот и она пошла смотрим издалека все в порядке видите к службе готова так сказать вот таким вот нехитрым способом замоделили точнее сделали анимацию для били надеюсь что вам это понравилось что у вас получилось если не получилось то пишите будьте будем пробовать будем исправлять ошибки вот с вами был Кирилл подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии заходите к нам в дискорд при желании можете заходить на мой сайт 3d cube tutorials.ru и приобретать курс по блендеру по графике для мобильных и компьютерных игр вот такие вот дела всех приветствую всем желаю хорошего времени суток до скорых встреч пока пока пока